Дорогие друзья, меня зовут Шевченко Александр, и я рад приветствовать вас на моем канале YouTube. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, какая нас ждет новая игра и новая цивилизация. Я один из создателей этой новой цивилизации. В будущем нашу планету и много других миров в этой вселенной ожидает изменения. И об этих изменениях я хотел бы сегодня рассказать. Когда мы живем из позиции всеопределенности, когда мы понимаем каждого, понимаем себя и смотрим на игру с точки зрения блага для большего числа участвующих в ней игроков, то мы понимаем, что игра затрагивает каждого из нас. И каждое наше действие отражается на нас, на других и на всех, кто входит в эту игру. И поэтому новая игра заслуживает того, чтобы каждый из нас мог содействовать с другими игроками на условиях тех, которые будут помогать игре развиваться. И когда каждый игрок будет получать действительное удовольствие от этой игры, на максимальных свободах для каждого игрока. Потому что свобода это не только способность делать то, что ты считаешь нужным и правильным, но и большая ответственность за свои действия, за действия других игроков в этой игре. И мы можем координироваться и добиваться компромисса в этих играх с той точки зрения, что каждый игрок будет максимально преуспевать и развивать свои способности в этой игре. Новая игра предполагает свободы, которых раньше, можно сказать, не было у нас в этих играх. Или точнее они были, но мы о них немного забыли или утратили их. И эти свободы предполагают то, что каждый игрок имеет право на свою собственную разумность. Разумность предполагает использование логики на пути к поставленной цели. Также игрок имеет право выйти из игры, если он не хочет больше в нее играть и перестать вносить свою энергию в эту игру. Он может также занять позицию всеопределенного игрока. Эта функция доступна не только какому-то высшему игроку или некоторым высшим игрокам. Эта функция доступна каждому игроку в игре и он может ее использовать для улучшения игр. Также игрок может выбирать, в какую ему игру играть или не играть, или выйти из игр вообще. Также он может корректировать свои права в играх из всеопределенной позиции. Для, конечно же, наибольшего выживания для максимального числа игроков. Новая игра предполагает то, что мы сможем действительно обмениваться удовольствием на всех уровнях. Она не предполагает шаблонов, которые есть сейчас в обществе. Она предполагает разумность, обмен идеями, энергиями, с помощью слов, визуальных сигналов или же телепатии. Мы можем свободно обмениваться всем, чем посчитаем нужным. Нет никаких барьеров, кроме тех, которые мы создали себе сами. И правила, которыми мы себя ограничиваем, законы, они лишь нужны тогда, когда люди находятся в состоянии неосознанности, неблагоразумности. А осознанные существа, они могут легко сосуществовать вместе и взаимодействовать на благо друг друга. Я вас приглашаю в эту игру, в игру радости, счастья, веселья. Я понял это благодаря аудитингу и благодаря саентологии. Я занимаюсь этим с 1999 года по земному времени. Или же с 1949 года от момента написания книги Дионетика. Я приглашаю вас в эту игру, для того, чтобы добиться свободы, счастья и процветания для каждого из нас. Я буду вас видеть, буду вас рад видеть на мосту. Всего вам хорошего.